Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Muzin Holy Play. Сегодня у нас будет честный обзор на новое серийное обновление, поэтому возьмите, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Моя цель это 20 тысяч подписчиков, нам осталось совсем немножко, давайте попробуем добить эту цель, просто возьмите и подпишитесь на канал, кто не подписан. Как только мы добьем цифру 20 тысяч подписчиков, я запущу для вас конкурс, поэтому реально берите, подписывайтесь и ставьте лайки. Давайте постараемся на этой серии набрать 200 лайков. Итак, пацаны, как вы знаете, вышло весеннее обновление, оно довольно-таки большое, но сегодня будет именно честный обзор на данное обновление. Вот будет честное мнение, просто покажу вам, расскажу, что я об этом всем думаю, не буду просто спешить, покажу вам все подробно, объясню там и так далее. Поэтому смотрите видосик от начала до конца, также не забывайте выйти по промокод, пишите ММ, седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом. За него получите 150 тысяч. Итак, вышло обновление в честь день рождения Амазинга, ну и в принципе весеннее обновление. Вот, Амазингу 6 лет получается, я на Амазинге играю где-то 5 лет, то есть реально Амазингу уже просто 6 лет, понимаете? Но реально это как бы много. Но честно скажу сразу то, что обновление получилось, как я считаю, очень сырое, потому что много багов, люди просто не могут зайти поиграть, потому что я честно играю сейчас через сборку. То есть с лаучера зайти на данный момент невозможно, потому что он не обновляется, абсолютно. То есть приходилось качать сборку с гугл диска, чтобы хоть как-то зайти поиграть. Невозможно просто было зайти поиграть никак вообще. То есть приходилось реально качать сборку. Начнем с того, что добавили вот такой вот кернис, ресторанчик. Он раньше тоже был, только в другом стиле, такой старенький был, знаете? Этот кернис был еще в 2015 году, потом, по-моему, в 2018 или 2019 его убрали. Но сейчас его обратно добавили, и выглядит он очень круто. Вот реально такое, знаете, мажорское место, куда можно приехать, посидеть, пообщаться с друзьями, пообсуждать что-то, либо просто выпить. Хотя здесь выпить ничего нельзя почему-то. Было бы круто, если бы, допустим, вот здесь можно было бы смотреть YouTube, а вот здесь можно было бы выпивать алкоголь. Я считаю, это было бы круто, потому что здесь функционала как такового вообще нету. Просто вы заходите, здесь можете посидеть с помощью анимации и все. Следующее, что бы я хотел вам показать, это именно машинки. Хочу показать вам свою машину, это BMW M5 F90, теперь это Competition, рестайлинг. Просто я реально ждал, пока они это сделают, потому что, как бы, обычная бэк уже, честно, надоела. А здесь они, наконец-то, сделали рестайлинг, и реально он очень круто выглядит. Но самое интересное, как эта машина едет. Она в стоке едет хорошо теперь, но с третьим щипом это просто ракета. Реально, просто она очень быстро ускоряется. И максимальная скорость 280 километров. То есть они сделали рестайлинг в данной машине и добавили еще скорость. Хотя, мне кажется, скорее всего, это пофиксит, потому что она реально очень нюбовая. Но было бы круто, если бы ее немножко подзанизили, потому что, видите, морда очень высокая. Реально, морда очень высокая. Было бы круто, если бы ее подзанизили, и она смотрелась бы намного лучше. Теперь я предлагаю поехать в этот салон посмотреть новые машины. Хотя я ожидал, честно, другого. Я ожидал то, что добавят X5M. Но, к сожалению, его не добавили. И в списке обновлений его тоже нету. Я не понимаю, почему его не добавили, потому что я очень сильно его ждал. Вот, реально, очень сильно ждал и хотел его купить. И ради этого даже копил деньги. Но теперь я не знаю, что мне покупать, потому что у меня, как бы, есть, по сути, там, 20 миллионов. Есть еще номера ЕКХ-4, которые я продаю. Если кому-то надо, обращайтесь. Я их продаю за 27 миллионов. И, то есть, ну, я не знаю, что себе купить. Я так подумал, типа, покупать тачку с автосалона, если это не X5M. Я не буду, наверное, скорее всего, потому что я хочу машину с аудио. Возможно, что-то не новое, что-то постарее. То есть, не из нового обновления. Но хочется, реально, чтобы у меня все тачки были с аудиосистемой. Поэтому, я не знаю, пацаны. Первое, что заменили, это Rolls-Royce Phantom. То есть, теперь это Rolls-Royce Race, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, выглядит, конечно, прикольно. То есть, драйв стоит 100 тысяч, я, конечно, в шоке с этого. Но, честно, жопа от уебанская. Просто сразу смотрю, такое уебище просто. Вот сзади, реально, такое уебище какое-то. Так, кстати, самое важное, то, что еще убрали зиму. Теперь лето, как бы, весна. Ну, честно, уебище. Я хотел себе эту машину купить с автосалона, но... Сначала на скринах мне он понравился, когда я его видел. Но вживую он, конечно, такой себе, не очень красивый. У меня был такой Rolls-Royce с этим чипом Audi. Я его продал передо мной, я дурачок, конечно. Возможно, я бы себе его и оставил. Так, здесь у нас есть Range Rover Velar новый. Я просто не люблю Range Rover, но Velar, конечно, симпатичный. Это он без чипа сейчас, если что. Это просто тест-драйв, это стоковая машина. Но по управлению, по скорости он нормальный. Максималка, ну, 201 был. 201 км в час был, короче. То есть, чипом она будет ехать, ну, где-то, наверное, 230, я так думаю. Также обновили немножко вот этот Lexus LX570. Вроде у него такие новые бампера, новый обвес. Так, вот, Toyota Crown еще добавили. О, честно, не знаю, пацаны. Не очень мне нравится, конечно. Жопа вообще похожа на... На какой-то Mercedes пары похожа. Ну, на любителя, конечно, машинка. Не, ну, выглядит неплохо, конечно. Ну, просто, ну, такая машина, знаете, специфическая. Вроде бы Toyota, но необычная Toyota. Это Toyota Crown. Вот моя, наверное, самая любимая машина из этого обновления, которая мне понравилась. Но цена меня ее не устраивает. Я надеюсь, что цену пофиксят, потому что, ну, 7 миллионов по цене на Evolution. 9 из 7 миллионов. Ну, у меня есть деньги, чтобы ее купить, но, блин, я боюсь, что я ее куплю, и она будет хреновая. Ну, я хочу проверить, нормально у кого-то взять покататься. То есть, внешне мне эта машина очень нравится. Я бы хотел себе ее купить, но 7 миллионов, мне кажется, это очень дорого. Ну, типа, где бы вы видели, чтобы Evolution стоил 7 миллионов? В жизни ему цена максимум, там, 2-3 миллиона. Ну, 7 миллионов, это реально очень дорого. Если цену не пофиксят, возможно, я, конечно, куплю его себе. Но я считаю то, что, ну, это дорого, 7 миллионов. Это реально дорого. Но машина неплохая, вроде бы как. Ага, задний привод. Вот уже косяк на СО, потому что в жизни Evolution полноприводы. В чем была проблема сделать полноприводный Evolution? Вот за это реально просто дизлайк. Дизлайк просто разработчику. Кстати, я заметил то, что вот эта Toyota подорожала, она стоила, по-моему, лям 500. И сейчас она стоит 4 миллиона, потому что на нее добавили новые винилы. Ну, блядь, 4 миллиона, ну куда, блин? Ну, в жизни она же не стоит 4 миллиона. Ну, реально, она же не стоит 4 миллиона в жизни. Типа, я не понимаю, Evolution 7 лямов. Toyota, блин, подорожала на сколько? Ладно, на 2,5 миллиона подорожала. Вроде бы как Федя Чугалил то, что добавят 15 новых машин. Но я почему-то их в автослоне не увидел. В BMW машин новых нету, в Mercedes тоже. То есть вопрос, где X5M, где там новый S-класс, где эти машины, почему их не добавили? Пока мы едем к транспортной компании, чтобы я вам ее показал, хочу вам немножко пожаловаться. Потому что я ждал, что в этом обновлении выйдут ваучеры, но их почему-то нету. Почему их нету? Ну, неужели было сложно наконец-то уже сформировать призы и сделать обменник? Потому что у нас уже 1400 ваучеров, понимаете? Но хочется уже куда-то их потратить. Потому что я долго их копил вместе со своей семьей. И я ждал то, что добавят ваучеры. Вот я в этом обновлении больше всего ждал это X5M и ждал обменник ваучеров. Ни то и ни другое не добавили. Вот я реально, я расстроился, честно. Я расстроился, потому что то, что я ждал, этого не добавили. Вообще, абсолютно. Поехали, сейчас вам покажу, как изменилась транспортная компания. Там, по-моему, по функционалу ничего не поменялось. Она просто изменилась внешне. Что по изменениям компании. Сделали теперь три места. Теперь можно три, получается, магнума спавнить. Наверное, Е. Я не знаю. Компания поменялась. Она выглядит более современно, более дорого-богато, короче. Но, по сути, здесь толком ничего не поменялось, кроме внешнего вида. Теперь я предлагаю поехать и посмотреть новый маппинг, который добавили. Потому что маппинг довольно-таки интересный и красивый. Поэтому, я думаю, его стоит посмотреть. Так, вот у нас пацанчик передвигаются на БМВ тоже. Брата-брата, там БМВ-клуб, все дела. Так, давайте я припаркуюсь, короче. И мы просто посмотрим, что тут у нас добавили. По идее, я думаю, здесь вообще ничего нету. Как мне кажется. Это просто для внешнего вида сделали. Ну, чтобы просто для красоты. Потому что здесь никакого входа, выхода нету. То есть, это, скорее всего, сделано просто для красоты. Но, честно, маппинг красивый. Мне нравится. Но было бы круто, если бы они еще интерьер здесь какой-то большой сделали. Такое же большое, как это здание. Было бы реально очень круто. Так, а как туда пройти вообще можно, нет? Какое-то тоже такое маленькое здание находится. Ну, то есть, зайти сюда никуда нельзя. То есть, здесь интерьеров никаких нету. И, соответственно, функционала тоже здесь нету. Здесь получается такая маленькая набережная. И вот еще какое-то здание. Может, туда хотя бы зайти можно? Ну, скорее всего, да. Здесь нигде зайти нельзя. Да, вот, мы сюда подбегаем. Здесь даже, по-моему, входа нету, да? Здесь даже вход не прорисован. Как мне кажется, да? Да, здесь даже входа нету. Возможно, здесь какой-то подземный ход есть. Типа, оттуда ты идешь под землей сюда как-то. Короче, непонятно, потому что... Опа. Я бах нашел, да? Ага. А это уже недоработочка, пацаны. Некрасиво. То есть, если мы с этой стороны смотрим, то забора не видно. Недоработка, пацаны. Недоработка. Еще, кстати, квест добавили, да. Я его пытался пройти на стриме, но потом сделали откат, и я просто три задания просрал, получается. Мне пришлось выполнить заново, и из-за этого у меня пропало желание проходить вообще этот квест. Возможно, я его буду проходить сегодня на стриме. Кстати, да, сегодня стрим будет днем, можете заходить. Я думаю, вместе попроходим квест, пособираем подарки. Следующее, что я хотел вам показать, это дворец Путина. Находится он возле Арзамаса. Пока что он тоже никак не задействован, это просто маппинг, и все. Единственное, есть два въезда, да? А, это на пирс я приехал. Блин, это я приехал на пирс. Так, а здесь, типа, заправка должна быть. Возможно, кстати, здесь делают рыбалку, потому что здесь вот заправку поставили, как я вижу, и поставили еще вот эту заправку. Но, походу, это еще не работает, потому что здесь бездень отображается. Скорее всего, это сделали специально, потому что, вы знаете, в Юшке, типа, есть, где можно лодку заспамить, там, порыбачить, заправиться, а в Арзамасе якобы нету. И они сделали, типа, это в Арзамасе, но пока что это не работает. Поехали сейчас тогда в Дворец Путина, но там, по-моему, никак не зайти вообще. Ну и то, там нечего смотреть, потому что там нету интерьера. То есть, в будущем, вроде бы, как сказали, то, что там будет казино. Но, блин, местоположение, конечно, себе не очень, аж сюда придется ездить. Но, в целом, замок выглядит прикольно. Выглядит реально прикольно. Обновление интерьера здания казино Дворец Путина. Добавлены новых игр, игровые автоматы. Ага, нормально. Добавят, то есть, новые игры, и автомат какие-то добавят. Вот если добавят в карты играть, то есть, дурака играть на деньги, это будет очень круто. Скорее всего, потом этих ворот, я думаю, не будет. И вон там будет где-то вход в казино. Либо прям на воротах сделают чекпоинт просто. Ну, короче, непонятно, как это будет реализовано. Но, походу, они пока что интерьер казино еще не доделали, и система тоже. Ну, честно, реально, казино, как бы, это круто. Но обновление, почему-то, как по мне, получилось очень сырое. Потому что, вроде бы, они так много всего показали, обещали, обещали. И, в итоге, немножко обосрались, как я считаю. Работы, я думаю, у Клинтона Джонес, это который разработчик, будет очень много, чтобы это все исправить. И на это потребуется не один день. Также, пацаны, от дальнобойщиков стороной не обошли. Потому что добавили две новые точки. Точнее, можно сказать, вернули, хотя они новые. Ну, короче, добавили две новые точки для дальнобойщиков. Реально, место такое себе, такая зона отчуждения. Я думаю, мафия и ОПГ здесь будут частенько грабить дальнобойщиков. Потому что место такое, знаете, заброшенное. Поэтому здесь частенько будут грабить. Так, вот, получается, этого два. Давайте я вам покажу. Эм, а как сюда на фуле заехать? А, как по мне, местоположение вот этой точки, этого два, вообще такое тупое. Ну, реально, ну, как сюда на фуле заехать? То есть, здесь нужно будет сдавать рейс, как я понял, да? Но сюда на фуле заехать, это очень сложно будет. Ну, разве что, заезжать как-то отсюда, вот так вот, типа, по кустам. Но если так заезжать, то еще может быть более-менее. Но, блин, ну, такое себе, пацаны, реально, такое себе. Лучше бы они, не знаю, на АЭС сделали точку. Следующая точка находится именно вот здесь. Давайте я вам покажу. Ну, типа, тоже место такое себе, это, я так скажу, я вчера заезжал. Придется либо вот сюда заезжать, либо как-то отсюда, через вот это все заезжать на фуле, понимаете? Ну, ну, это пиздец. Я не знаю, чем они думали, когда это делали. Вот с прицепом сюда заезжать, как бы, ну, такое себе. Прицеп в итоге спавнится вот здесь потом. То есть, реально, они вот эти две точки сделали, они реально вообще очень неудобные. Возможно, конечно, это поменяется, но на данный момент это очень неудобно. Следующее, что я хочу вам показать, это, наверное, самое интересное, что добавили. Но мне кажется, это такая шляпа получится на самом деле. Короче, добавили таксопарки. Два таксопарка, один в Юшке, один в Батырево. Это будет как бизнес. Но в том прикол, то что я считаю, то что оно того не стоит. Потому что, то есть, вам придется кидать объявления и принимать людей, чтобы они у вас работали в такси. Ну, то есть, мне кажется, это реально такое себе. И будут даже какие-то награды, типа, за лучшее такси. Ну, пацаны, я не знаю. Мне кажется, такая херня просто. Вот, получается, мы заходим в администрацию области Батырево. И вот, можно здесь приобрести таксопарк. Короче, сейчас его купить нельзя. Вообще никаким образом. Поэтому его можно будет купить чуть позже. Такси, это будет как компания. Там тоже будет лидер, заместители. И нужно будет принимать людей. Не знаю, какая команда, конечно, но нужно будет принимать людей. Вот таксопарк Батырево, в принципе. Я запишу видео, пацаны, как я буду работать в такси. Скорее всего, это будет следующее видео после этого. Потому что в данный момент я не могу это записать. Как бы есть, получается, в Южном такси, которое уже работает. Там разработчик держит, и он принимает, получается, людей. В это такси, и там можно работать. Я считаю, что это вообще невыгодная темка. Ладно, если бы они одно такси добавили. Я понимаю. Если бы одно такси в Батырево добавили, и все. Как бы не было бы конкуренции, был бы какой-то спрос там туда-сюда. Как бы я помню еще, когда давно-давно еще, когда было такси в Южном, там в Арзамасе, в Батырево. Там финка была 20-50 тысяч. Вы думаете, что сейчас все поменяется? Я сомневаюсь в этом. То, что сейчас финка будет больше. Потому что люди работают на уборщиках улиц, потому что там хорошо платят. Люди работают дальнобойщиками. То есть, кто будет, наверное, найти такси, работать, там, зарабатывать награды. Я думаю, этим никто и заниматься не будет. Вот информация. То есть, здесь будет владелец, два заместителя. Бренд. То есть, скорее всего, можно будет, наверное, название поменять или нет. Нет водителей, сколько банк и награды. Я не знаю, за что будут награды вообще даваться. И на что их можно будет потратить. Скорее всего, награды можно будет потратить на какие-то машины. Ладно, если бы здесь зарплата была бы, как на дальнобойщиках, либо как на рыбалке. Возможно, здесь бы люди работали. Ну, а так, ну, кто будет сюда идти, пацаны, работать? Рыжики, которые поработают часик, поймут, что это говно и пойдут на другую работу. Ну, чисто я... Это личное мнение, пацаны. Это личное мнение. Я так считаю, что эта работа будет невоскребована. И то, что они сделали из этого, как бы, компании, якобы, это будет полная шляпа. В целом, обновление, как бы, неплохое. Но, но, как бы, не доработано. Если пофиксить все баги, если доведут все до ума, будет очень круто. Поэтому, вот как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok